салют дорогой друг ты думал что я уже типа того оставил канал ушел нет вот и ушел на каникулы я решил тоже идти на каникулы но не совсем отдыхать работать потому что в моем случае я не учусь и мне надо арбайтон можно побольше арбайтон чтобы у меня все было хорошо итак дорогой друг добро пожаловать на рубрику интересные проекты сегодня у нас будет вкусненькое ну собственно говоря вкусненькое будет на земле это будет зимной проект и давненько я не говорил о земной технике в особенности придется сегодня затронуть тему такой вселенной как вархаммер 40 к поправьте меня фанаты этой вселенной и не судите слишком строго потому что я не с я сам не фанат и особо не разбираюсь но тем не менее поделка мне показалось очень очень интересной и представляю вашему вниманию империал найт такой вот интересный огромный такой мех ну я его буду назвать мехом потому что механоид или как там можно его по-другому назвать и у меня такой немножко режим слоумо несмотря на то что у меня как бы показывает 40 fps иногда 50 fps но блин такие просадки по симспиду что мама не горит короче вернемся к основной теме этот интересный проект был создан благодаря одному очень интересному инженер так давайте же посмотрим как его зовут иркала я надеюсь я прочитал правильно иркала он является фанатом данной вселенной судя по всему и тут он ничего нам не описал папа по поводу вот данного устройства единственное что известно что w это волк то есть вперед ходить а это соответственно для налево повернули клавиша а это налево клавиша да это направо и клавиша один это включить гатлинги гатлинги известно что здесь 27 2792 блоков устройство малой сетки и название империал на то есть имперский рыцарь вот так вот интересный вот такой вот интересный круто сделанный насколько я знаю вот потому что выглядит он достаточно вот внушительно то есть даже для не любителей вархаммера я считаю что данное устройство будет ну данное то есть проект выглядит ну круто ну согласитесь что круто мне лично нравится и у него насколько я понимаю вот это вот слева и точнее левая рука на левая рука это меч такой вот интересно выполнены здесь у нас давайте мы включим панель нормально панель то есть вот у нас маяки не выполняют что-то вроде сердцевины меча и блоки дверей на выполняет его лезвие ну интересно так продумано конечно далее что у нас тут в правой руке у нас тут четыре пулемета гатлинга и некая некий каркас для этих пулеметиков я так понимаю ну насколько это даст единить прочности данному устройству я не знаю но выглядит довольно тоже круто кстати говоря крутится эта штука если что крутится этот пулемет как он и должен грубо говоря из маленьких пулеметиков гатлингов мы слепили один большой и это сделало нас крутыми то есть но под стать роботу тут у нас есть поршни что меня не может не радовать то есть соответственно вот эта вот рука она будет интересным образом двигаться что добавит больше реализма но и здесь есть также скажем конвейер из мода конверфинч и а он тоже вы будет выполнять свою роль то есть это круто реально тут у нас очень интересные переходы еще есть ротор соответственно будет поворачивать то есть смотрите сколько здесь осей не вот это реально очень понравилось очень зашло то что вот так все продумано честно я пока все это не тестировал но согласитесь что для того чтобы создать нечто подобное надо иметь очень хорошие абстрактное мышление но не только короче много чего надо иметь чтобы такое создать хотя может многие и могут это как раз плюнуть сделать но лично мне это не так уж просто создать нечто подобное так здесь у нас тоже конверфинч я так понимаю это некое подобие флага то что снизу торчит или как вот бывает в некоторых формах и плащаницах такие висящие флагообразное образование что я говорю образование флагообразное так у нас тут кислородный кислородный резервуар также у нас тут шилд то щиты поставлены наш робот значит угрохать не так то просто батареи реактор то есть фулл комплект то есть мы тут конечно полностью вооружены и полностью точнее подпитаны далее еще один ротор и как бы многие вот многие для меня тоже интересно как это все будет работать давайте посмотрим здесь у нас много роторов которые довольно непростым путем соединяются с ногой то есть заметьте тут не один ротор который будет просто вперед-назад вращать а еще и задний то есть он будет как-то двигать ногу то есть это круто интересно если колени у данного робота колени 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 есть я так понимаю вот он ротор который что-то вроде колена вот мы можем здесь увидеть что колено согнуто тут даже тут даже я бы сказал не просто один ротор который выполняет роль колена тут реальные несколько роторов достаточно сложная система в принципе иначе себе и представить нельзя то есть ну движение на ногах в этой игре вы не сделаете просто то есть все проще чем это можно конечно сделать но движение будут нереалистичными короче хватит болтовни давайте сядем в кабину и попробуем пройтись на этом монстре так ну и пожалуй наверное единственный ощутимый минус в этой конструкции это способ попасть в кабину не самый удобный это наверное я уже придираюсь сверху у нас конечно же горят движки которые указывают нам на выхлопы скорее всего так жмем единичку это у нас включает наш гатлинг это круто ребят реально круто вау можем поворачиваться помощью мышки а вверх-вниз это ух ты если мы будем двигать вверх-вниз клавиши мыши мы будем двигать вверх-вниз нашей пушкой гатлинга давайте же попробуем ходить вау ребята да я должен признать это очень и очень выглядит круто вы только посмотрите тут как я и говорил вот это вот сейчас я выключу панель чтобы вам было понятно как я и говорил да то есть вот это вот сложная система из множества скажем так роторов и поршней они реально создают имитацию реальной ходьбы вы только посмотрите то есть он не просто до двигать ножками он сгибает колено он поднимает ногу и ставит ее я считаю что в этой забагованной игре это достижение на самом деле поэтому я похлопаю на самом деле этому инженеру честно мне понравилось это круто давайте попробуем повернуть на лево по моему с этим вот могут возникнуть проблемы да как бы с этим возникли некоторые проблемы я боюсь что я перехвалил черт я боюсь что я перехвалил нашего инженера потому что есть некоторые вот такие вот дела эти лапка дрыгается кстати говоря нога дрыгается не только у этого меха если вы присядете на вашем космонавте вы увидите что в принципе у вас тоже будет дрыгаться нога давай вставай вставай я знаю ты можешь я верю в тебя давай я знаю ты большой мужик давай ты станешь это роки я верю в тебя я верю в тебя поднимайся сынок мы с тобой столько всего прошли вместе ты веришь я верю что ты можешь точнее ты не веришь но я-то в тебя верю давай вставай кажется это безнадежно блин окей ладно на я не знаю как приободрить нашего товарища может быть все таки сработать давай вставай я в тебя верю слушай ну вставай пожалуйста я знаю давай двигай своими ножками я знаю что ты там двигаешь своим ортопедическим коленом ну пожалуйста давай давай я в тебя так после нескольких воли волшебных слов и танцев с бубном я все таки чё кого я обманываю короче я просто его перекопировал поставил на ноги короче вывод сделан такой второй минус возможность упасть и невозможность встать то есть я думаю вы понимаете что этот грешок тут умеет место быть ну естественно это же вам не робот скажем от ребят из бостон дай намикс это просто как говорится симуляция мире где физик это толком не в порядке как бы да и поэтому в принципе в принципе вот устройство оно такое нормальное крутое я считаю я думаю мышкой дергать не хорошая идея во время похождения я и яшкин как яшкин как яшкин нет 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 железный дровосек хватит ну пожалуйста не падай ладно ладно стрелять сейчас уже бесполезно мне кажется что из этого положения должно быть легче стать да наверное ну-ка давай приму и меня разочаровал джимми ты меня разочаровал я сдам тебя в лом нас сидел я такой думал и почему бы мне не сделать кое-что очень интересное как бы стой стой я я же даже тебя еще не садовали ты просто меня разочаровываешь то я думаю сейчас можно продолжить прошу прощения и так значит сижу я такой задумался о том почему бы мне не устроить махач до махач сейчас будет очень славно и я надеюсь если мы дойдем до оппонента и сможем его чем-то пухнуть но я надеюсь и так значит мы такие значит включаем сначала как линга где я ничего не вижу а давайте управлять вот так интересно как это все управлять по морду по мордочке так сказать главное при этом не свалиться еще ух пол дела сделано да здравствует фронт мишен да здравствует тот кто создал эту игру ну и конечно вархаммер тоже вселенная вархаммер это крутая штука сейчас мы к тебе подойдем сейчас вот не давай давай железный могучий травосек вот я я просто верю в тебя ты можешь так вот я сомневаюсь что можно мечом как-то ой нет 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 чувак ну блин ну чувак ну это совсем некомешно ну пожалуйста ну нет нет ну блин ну как бы нет это же не серьезно как бы да знаете это это блин добежать до врага с убить его наполовину а потом как бы самому лечь к его ногам типа ладно ладно я сдаюсь я настолько ущербный что я не буду с тобой воевать я знаю это тоже ущербный мы все умрем мы все ущербные так ладно мне надо успокоиться и выбраться отсюда так какую дырку бы мне отсюда вылезти ну пожалуйста все да блин да блин то помогите мне позже фух все итак бой завершился ничьей как бы да или скажем бой завершился попыткой бухнуть вражеского меха Ну, как бы мы и сами потерпели поражение. Следствие неустойчивости. Вот он еще извивается, блин. Наверное, еще не согласен со своим поражением, но его мнение уже мало кого интересует. Ладно, ребятки, давайте-ка очистим поле и попрощаемся, потому что уже будет довольно большой выпуск. А также я расскажу кое-что интересное, что нас ожидает. Это будет типа вроде маленьких новостей. Так, где у нас тут мой любимый блог? Так, 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 так. Ой, да нет, не то. И бой, да. Да, это опять не то. Ой, отлично. Самый безотказный блог, самый мой любимый блог, который помогает мне во всех задачах, в которых я в чем-то не облажал. Или не справился. Я надеюсь, вам тоже, ребята, поможет как бы полностью, да? И так, ну-ка, 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 давай-ка. Так. Запускаем отсчет и трапаем ковришки. Отлично, прям вот боеголовки, они должны быть красными. Красочно все было. Ну, ну-ка, ну-ка. Будете улетать в разные стороны? Почему эта штука не взрывается? Так, тут явно что-то не то. Черт! Какого фига? Верните меня. О, кстати, вот там что-то летает. А да, вот там, так сказать, все случилось, впрочем, как и планировалось ожидать. Короче, вот то, что осталось, наверное, от одного из мехов. То, что... Да, кстати, если что, это уже краш-тест в прямом эфире. А я тут не буду потом все это... Да, найти бы место, где все это взорвалось. Интересно, я найду вообще место, где я устроил взрыв. Че-то я как-то потерялся. Ладненько, дорогие друзья. Я думаю, что это было весело, фаново. Ну, теперь пришло время поговорить о том же, что ждет нашу любимую игру. Наши Space Engineers. Ну, конкретно я могу сказать, то, что нас ожидает. Нам было, скажем, представлено, скажем так, культурно, да? Нам было представлено пару интересных фишечек. Пару интересных видео, можно сказать, что спойлеров. Что в игру скоро добавят новый контент. Неужели я дожил до этого? Неужели я все еще играю в Space Engineers и не забил большой болт на эту игру, кстати говоря? Это благодаря вам, дорогие друзья. Потому что сам бы я давным-давно уже забил бы болт. И нас ожидает двигло, судя по всему. Я не знаю, на чем оно будет работать. Мои друзья говорят, что... Ну, один из них высказал свое мнение, что будет работать, скорее всего, на деревьях. Я думаю, что он будет работать на каком-то новом ресурсе, который мы начнем добывать. Пиши об этом в комментариях свое мнение. О чем ты думаешь, да? Также будут добавлены ветряные мельницы. Это вот интересное, довольно вот, кстати говоря, хорошее решение. Вообще, добавить контент в эту игру следовало бы давным-давно. Потому что это игра-конструктор. Чем больше деталей, тем интереснее. Ну, это мое сугубо мнение. Ну, а так будем ожидать новых новостей. И я буду сообщать об этом как только так сразу. Как только выйдет обновление и будут рабочие прототипы, мы обязательно их всех протестим. Ну, а что касается понятных гайдов, я решил все-таки переснять понятные гайды. И у нас в будущем, то есть я удалю, наверное, старое видео, или так их и назову. То есть старье, короче, потерял актуальность и так далее. Придумаю название. Ну, а новые понятные гайды будут что-то вроде турбогайдов. Потому что они будут, как вы любите, кратко, без воды и по делу. Объяснять все максимально и кратко и вообще на хорошем качестве. Но почему я этого не делал? Потому что в игре, как говорится, не было особого контента, чтобы я начал это делать. Ну, а теперь оно будет и, само собой, я начну снимать все. Такие вот дела. Поэтому я вам благодарен за то, что вы со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь, те, кто еще не подписан. Вас будет ждать много вкусняшек. Я завершил съемки одной трети сериала. За это большое спасибо огромному количеству человек, моим друзьям и людям, которые решили попробоваться в роли статиста. Вы обязательно увидите захватывающую седьмую серию обязательно в этом месяце. И это просто замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, я желаю вам всем добра. Я надеюсь, вы откушали, накушали себе хорошие бачки за эти выходные. Ну а теперь пора вкалывать. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.